На телеканале Север программа «Актуальное интервью». С вами Алина Волчейская. Здравствуйте. У нас в гостях сегодня секретарь Ниницкого кружкома КПРФ по идеологии Николай Миловский. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что удалось сделать вашей партии за ушедший 2014 год? Ну, прежде всего, наверное, самое такое достижение, или, лучше поскромнее сказать, результат, с которым мы пришли к 2015 году, это то, что мы теперь полноценное региональное отделение. Раньше по законодательству для этого требовалось иметь достаточное количество зарегистрированных членов. У других партий они находились. Мы тут как бы статистику не надували. У нас были именно те люди, которые живые, как говорится, не мёртвые души, как писал Николай Васильевич Гоголь. После изменений в законодательстве мы зарегистрировались как региональное отделение. Это значительно облегчило организационную работу, в том числе и на выборах. Ну, может быть, поэтому в ходе выборной кампании мы достигли достаточно высокого результата. Например, в окружное собрание мы провели трёх депутатов. Раньше было два. В городской совет провели трёх депутатов, то есть сохранили ту численность, которая там была. И в совет Заполярного района вошли три депутата, в то время как до этого был вообще всего один. То есть позиции существенно усилились. И это хороший результат, потому что до сих пор вот у нас как бы вотчиной, скажем так, местом, где коммунистов поддерживали, был город. Сельская местность всегда проседала по поддержке компартии. И вот мы начали исправлять эту ошибку. Ну, что ещё, вот если такую, знаете, чистую статистику приводить. На сегодняшний день у нас 108 человек в партии. За год приняли 8 за 2014 год. Это близко к 10%. То есть это требования от ЦК, чтобы 10% выдерживало каждое отделение. У нас 8 первичных отделений по всему округу, что, в принципе, результат очень хорошей работы. Потому что работа в первичках — это, я вам скажу, большой энтузиазм и в некотором роде даже подвижничество. Потому что поощрять вот этих людей, которые работают на самом низовом и, соответственно, передовом уровне, мы как... Ну, это крайне затруднено для нас, потому что финансов не так много, как хотелось бы. Вот. И если мы посмотрим средний возраст коммунистов именно в округе, то это 54 года. На мой взгляд, очень хороший возраст, потому что именно 54 — это возраст политика. Знаете, такой баланс, когда человек и имеет и опыт, и ещё остались силы. Я знаю, что в вашу партию активно также вступает и молодёжь. Вот перед выборами на стендах в городе было... Прямо вот я помню баннеры эти, где написано, что вот у вас очень много молодых членов партии. Как вы привлекаете этих молодых людей? Они за идею именно идут или что-то вот как мотивируете их? Ну, во-первых, за идею, разумеется. Мы партия с давней историей, с давней традицией, ну, скажем так, с хорошо разработанной идеологией на уровне самостоятельной философской школы. Поэтому у нас как бы есть здесь багаж, с которым можно работать и который нам существенно помогает. И более того, ну, какой смысл становиться коммунистом, если это не должно быть так. Кроме того, привлекая молодёжь, мы даём им реальную перспективу роста. То есть вот те молодые люди, которые были на том баннере, многие из них, кстати, в том числе и я, участвовали в выборах, стали депутатами. Вот, например, в Заполярный район у нас список возглавлял Дмитрий Черняев. Парню 26 лет. Вот. Разумеется, опыта нет. И я много раз, когда мы работали, на встречах слышал от людей, что вот что такое, почему вы поставили во главе списка человека, у которого нету опыта, который, может, ещё чего-то не понимает. И я тогда всегда говорил, а откуда мы потом будем брать опытных людей? То есть да, у него нет опыта. Ну, извините, и молодость, и отсутствие опыта — это те недостатки, которые проходят с возрастом, как известно. Если мы сейчас не будем выдвигать молодых депутатов, где мы потом возьмём опытных? Потому что у нашей партии сейчас проблема, скажем так, смены поколений. То поколение, которое коммунистов, которые состоялись при Советском Союзе, ну, время оно неумолимо, они уходят. Сейчас уже пришло время других коммунистов, тех, которые росли, формировались, не видя опыт советского государства, а только вот помнят его. И, соответственно, скажем так, работают в условиях нынешнего времени, очень непростого. Вы, я думаю, как журналист это знаете, не хуже меня. Поэтому нам есть чем привлечь молодёжь, и молодёжь к нам идёт. Ну, а вообще, вот в вашу партию насколько легко вступить или насколько сложно? Что нужно сделать, чтобы вот вступить в ряды КПРФ? Вступить легко, остаться сложно, скажем так. Потому что мы принимаем без проблем. Ну, разве что, если человек, ну, уж совсем не обладает там каким-то криминальным прошлым или явно социальным поведением, мы принимаем. Но если человек не платит партийных взносов, если человек не участвует в партийных мероприятиях, если человек не приходит на партийные собрания, ну, мы с ним прощаемся. То есть, понимаете, мы стремимся к тому, чтобы в партии не было балласта. Нам нужны только те люди, которые готовы работать. И если вот просто вот так вот кто-то хочет партбилет, мы его, конечно, дадим. Но если вы не хотите работать на то, чтобы вот у вас был этот партбилет, то мы его заберём. Понятно. Ну, вот сейчас ещё одно знаменательное событие у нас грядёт. Это 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Как-то вот какие-то мероприятия в этой сфере собираетесь проводить? Ну, разумеется, для нас это, скажем так, крупнейший праздник. И более того, как показывают статистические расчёты на всю страну, это, можно сказать, праздник, который объединяет всех жителей не просто России, а постсоветского пространства. Даже вот на той же Украине сейчас вот ныне тамошние власти усиленно борются с Победой, потому что понимают, Победа — это символ, который работает на объединение с Россией. Это тот символ, который работает против них. И как бы для нашей партии это доказательство того, что коммунисты у власти могут давиться многого и имеют право там находиться морально. Поэтому наше отделение здесь тоже над этим будет плотно работать. Мы подготовили и активную, скажем так, наглядную агитацию. То есть мы запустим два баннера, напоминающие о празднике. Мы участвуем во всероссийской акции «Призыв Победы». То есть мы собираемся привлекать людей в партию как от Победы. Более того, есть централизованная программа, разработанная по классному часу. Это вот при Комсомоле нынешнем. Там, знаете, такое интересное интерактивное занятие. Ученикам даётся возможность самим изготовить Знамя Победы. Ну там достаточно просто. Трафарет, баллончики с краской. Но в то же время ученик сам своими руками может приобщиться. И там вот урок начинается, знаете, из таких вот интересных роликов. Как бы, кто твой супергерой? Какие бывают супергерои? Вот, например, супергерой Супермен. Ну, немножко рассказывается о Супермене. И потом вопрос, а какие могут быть настоящие супергерои? Вот, например, советский лётчик Аскажи Дуб. И вот, понимаете, такой контраст между выдуманными персонажами и тем, как человек может быть по-настоящему героем. Простой деревенский парень стал лётчик АМАЗом. Вот так. Ну здорово. А вот какие планы на следующий год? Что вы хотите реализовать в этом году, в 2015 году? Ну, смотрите, прежде всего задача партии — это участвовать в выборах. То есть бороться за власть, проводить свою политику, внедрять свои идеи в общество. Власть нужна для этого партии. Сейчас городской совет будут до выборы по двум участкам. Это центральный и портовый. Мы планируем в них участвовать, планируем выдвинуть своих кандидатов. И планируем победить. Пока это все планы, да? Может, что-то ещё какие-то? Ну, если вот так. По выборам, разумеется, будут, например, насколько я знаю, выборы главы в Тельвиске. Но там очень такая сложная и непростая ситуация. На наш взгляд, текущий глава вполне неплохо справляется. Несмотря на то, что он не от нашей партии. Ну, скажем так, понимаете, вот на уровне местного самоуправления, согласитесь, что мусор, он не имеет, допустим, партийного окраса. И неважно, кто его вывозит. Ну да. Коммунист или единоросс, или там Сокол Жириновского. Это, в принципе, для людей неважно. И мы вот тоже считаем, что если есть глава, который справляется со своими обязанностями, то, ну, может, даже и не стоит выдвигать ему конкурента просто потому, что он коммунист. Вот. Но в то же время там очень сложная ситуация. И у человека, я имею в виду главу, определенные... То есть вполне возможно будет какое-то участие, но это все на уровне, знаете, таких черновиков, которые можно и перечеркнуть. Ну, Николай, вот давайте тогда немножечко о вас поговорим. Вы достаточно еще молодой и уже добились успехов в этой партии, да? Как вы пришли в КПРФ? Я пришел в 2009 году. На тот момент я уже был, ну, достаточно состоявшимся человеком. У меня уже было образование, работа, семья. Вот. Это был такой, знаете, сознательный шаг. Я отвечал за то, что делал. Сначала на партию я работал, скажем так, за спасибо. Это был энтузиазм. Работать было интересно. Я быстро возглавил комсомол. Мы проводили всякие такие мероприятия. Например, встречи с ветеранами, встречи с детьми войны. Там на базе на это, на базе колледжа. Было еще такое у нас мероприятие. Режем лед на катке труд в лесозаводе. Там вот катались с красными флагами, чайпите, организовывали конкурсы, небольшие призы. Вот. Но потом это начало занимать столько времени, что на работе мне совершенно оправданно. Причем я с работодателем согласен, что раз они мне платят деньги, они вправе были рассчитывать на то, что я их отрабатываю. Стали намекать, что, Николай, ты бы как бы решил уже, где работаешь. И тогда достаточно удачно были введены две ставки. Это по инициативе Дмитрия Медведева, который на тот момент был президентом. Для развития, скажем так, партийно-парламентаристской деятельности в России было указание на каждую фракцию выделить по помощникам. Ну, там были разные варианты предложены. У нас вот в окружном собрании выделили каждой фракции по два помощника. И вот взяли меня и еще одного молодого человека, Михаила Райна. Вот. Ну и мы стали уже с того момента работать на партию на профессиональной основе. В принципе, мне кажется, хорошо. Но самого себя хвалить не очень. Даже если вот так в объективных цифрах, то результаты есть. И по росту численности, да. И по результатам в выборах. Ну, а вот вам конкретно что удалось добиться за эти, получается, 6 лет, да? Вы 6 лет состоите в партии. Ну, что я добился? Ну, во-первых, я вошел в управляющие структуры партии. То есть я сейчас секретарь окружкома. Это руководящий орган. Во-вторых, я депутат городского совета. Причем я депутат от одномандатного округа Кармановка. Вот. Недавно, кстати, как депутат обходил там, собственно, лично участок, фотографировал мусорки и на основании этого оформил заявку. Там попадаются просто страшные. Представляете, этот контейнер свален, причем вокруг навалено. Это ограждение, ну, только рамка, решетка уничтожена. Вот по таким случаям есть правила городского благоустройства, которые это регулируют, и любой житель, не только депутат, может пожаловаться. Просто вот я как депутат это делаю. Вот. Ну, что еще? Я помощник депутата Государственной Думы от КПРФ. Это тоже, ну, успех, не успех, ну, некий шаг вперед. Ну, и вообще, в принципе, если вот так вот оценить мою карьеру, она на своем начале, впереди все достаточно хорошо. Угу. А еще вот такой вопросик. Вот вы как видите идеального коммуниста, то есть его портрет? Что, какие черты в нем должны быть? Черты характера, я имею в виду. Угу. Вот знаете, у древних персов главной добродетелью воина считалось честность и честь. Не какое-то качество, там, владения оружием, физическая сила, хотя вроде бы человек прежде всего работает руками, скажем так, сражается. И объяснялось это так, что если у воин не имеет чести, а он и при этом сильный, его сила в любой момент может повернуться на кого угодно. Толку от такого воина? Он опасен. Вот я считаю, что идеальный коммунист — это прежде всего человек, который обладает большой, во-первых, теоретической базой знаний именно вот в области этой идеологии и, скажем так, общественных наук, чтобы понимать, как действовать в политическом пространстве, и, главное, принципиальной готовностью отстаивать эти убеждения, эти знания воплощать в жизнь. И никогда не забывать, что наша партия — это партия большинства, партия народа, и мы какие-то еще интересы не отстаиваем, только народу. Ну а вот если личность какую-то брать, кто? Самый такой вот коммунист, прям коммуняга. Ну, наверное, Ленин, да? Да, наверное, Владимир Ильич Ленин, потому что даже когда он отходил где-то от каких-то идеологических установок, он все равно четко знал, куда идет, к чему стремиться, и в конечном счете, даже сворачивая, все равно выходил туда, к чему стремился. И для меня Ленин не только идеальный коммунист, Ленин — это идеальный политик. Вот если тут немножко отклониться, но я коротко. Главная его историческая заслуга в том, что когда Россия после революции фактически развалилась на разные государства, он дал стране идею, дал некую, скажем так, матрицу, в которой можно было сформировать новое государство. Хорошо, спасибо, Николай, за интересную беседу. Я напомню, у нас в гостях был секретарь Ненецкого кружкома КПРФ по идеологии Николай Миловский. Это было «Актуальное интервью». Всего вам доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова